Есть у меня, знаете, такая привычка, люблю читать перед сном, и вот на днях решил порыться в своей библиотеке в разделе юмор, и угадайте, что я в ней нашел? Я в ней нашел замечательный файл под названием «Перлы из фанфиков о Гарри Поттере». Меня время от времени спрашивают, а почему ты не читаешь такие, такой замечательный вид произведений, как фанфики? Ну, собственно говоря, поэтому и не читаю, потому что в основном они, давайте смотреть правые глаза, именно вот такие вот. И, разумеется, встречаются хорошие, но чаще всего сталкиваться мы будем именно с подобными вот перлами. Прочитав пару строчек, я подумал, что дочитывать это лучше вслух, потому что, честно говоря, я потом долго не мог заснуть от смеха. Возможно, это и вам тоже понравится. Как говорится, раз уж можно вслух, почему бы не на камеру, да? Что ж, давайте посмотрим, с чем мы можем столкнуться в этих замечательных произведениях. Его рука потянулась за палочкой, но наткнулась немного не туда, в то же время раздался крик Рона. Если что, это не раздел порнографии, это вполне себе нормальный такой гет. Гет не тот, что в Mass Effect, это тот, что в фанфиках. Этот гет не тот гет. Он любил зелья, но Снэп хотел большего. Придется повторить, ребят, это не порно, это не порно, это приключение в теории. Я понимаю, что все подобные перлы произрастают из безграмотности, те, кто их пишет, но, как я уже сказал, в основном их как раз-таки пишут именно такие вот люди. Причем есть, правда, интересные рассказы, но даже там какая-то вот бытует повальная безграмотность. То есть, встретить человека, умеющего писать так, чтобы над этим невозможно было ржать, это большая проблема в наше время. Ну ладно, продолжим. Хагрид сгреб Гарри в охапку, ребра мальчика хрустя, нежно заскрипели. Ай, господи, боже мой. Валдеморт, это ты? Это я. Замечательная перекличка. Дамблдор, Снэйп отравил вашего Феникса. Ничего, он старый. Извините. Мне казалось, Дамблдор своего Фокса любит. Походу, недостаточно любит. Авада Кедавра настолько смертельна, что человек умирает. Сам бы никогда, разумеется, не догадался, честно, без пояснения автора. Гарри бежал от смертельного луча Авады Кедавры, чувствуя, что зеленый свет почти нагнал его. Смерть дышала ему прямо в лицо. И это еще было до того, как Флэш стал мейнстримом, кстати, заметьте. Это ж какую надо скорость развивать, чтобы обгонять заклинания, в принципе. Наверняка не меньше скорости света. Почему при этом смерть дышала в лицо, а не в затылок? Загадка. У меня ответа нет. Может быть, вы знаете. Напишите, напишите в комментариях. О! Валдеморт крикнул Авада. И тут грянул гром. Гарри не расслышал конца. Но через минуту его посетила страшная мысль. Кедавра? Возможно, это писал эстонец. Я не знаю. Гарри, однако, туго дум. Ему потребовалась целая минута, чтобы додумать заклинания. Но меня больше смущает то, как медленно летит это самое заклинание. Чтобы Гарри успел еще что-то подумать через минуту. Ну, конечно, им могли промазать. Но мы с вами помним предыдущий пункт, где смерть дышала Гарри прямо в лицо. И он убегал от Авады Кедавра. Не исключено, кстати, что это все из одного фанфика. Я просто не знаю. Я нашел случайно в интернете, скопировал себе это. Было, не знаю, лет 8 назад. Это уже очень много лет. Возможно, вы даже все это уже слышали. Герми, что у тебя на юбке? Кровь. Чья? Твоя, Гарри. Тебе разорвало лицо. Ты разве не видишь? Знаете, сразу вспоминаются такие вот ролики. Я бы даже сказал, видео, снятые на камеру какого-нибудь смартфона. Причем какого-нибудь говеного смартфона. И снято это вот так вот. То есть без стабилизации. И обязательно в кадр должны попасть какие-то пьяные алкаши, которые падают, которые бьются головой о что-то. Спотыкаются, там у них кровь идет, еще что-то такое. Мне почему-то сразу вспоминается такая вот ситуация. А не приключения в мире Патерианы. Волдеморт, я тебя убью, кем бы ты ни был. Вспоминается шутка про то, что синие занавески иногда символизируют синие занавески. Возможно, Волдеморт это Волдеморт. Ой, боюсь представить, что же там в сюжете-то этих фанфиков. О, мое любимое. Я вот до сюда дочитал. Герми, пососи мой, он нежнее. Но у тебя же ничего не останется. Да ладно, или ты, или Рон, кто-то из вас должен поесть. Рон, но нам с Гермионы хватит моего. Речь не о сексе. Речь о соке фрукта, который они пьют через трубочку. Но, клянусь богом, это, наверное, самая бесстыжая порнография, которую я читал за последнее время. Я не читал 50 оттенков серого, но мне кажется, даже они с этим не сравнятся. Вот она двусмысленность. Он был черным магом. Черным, кстати, с большой буквы. Он был черным магом и даже знал некоторые темные заклинания. Охушмидтед Хогвартс. Где черный маг даже знает некоторые заклинания. Но, с другой стороны, при Дамблдере еще не такое бывало. Когда, собственно говоря, обязательная программа приветствовалась как нечто невообразимое. Мол, он знает это заклинание, вау. Но он как бы и должен его знать. Гарри, Авадо Кедавра требует серьезной мощи. Я тебе сейчас докажу, что без труда им владею. В комнате при этом только Гарри и Гермиона. Да, это был бы очень короткий фанфик и весьма грустный. Камера была глухо замурована тоннами камней, не пропускающих дневной свет. Лишь совы изредка сбрасывали посылки с едой. Из этой строчки мы понимаем, что совы движутся быстрее, чем свет. И частота у них явно выше, чем у света. Я не разбираюсь в физике, но я думаю, некоторые из вас поймут, о чем я. То есть, они могут проникать сквозь тонны камней. И что это за камера такая, которая была глухо замурована тоннами камней? Может, кирпичей? А то мы знаем, как эти волшебные кирпичи умеют разъезжаться. Так и вот. Букли закричала от ужаса человеческим голосом. Потрясающе. Дадли стоял на корточках, пытаясь руками облегчить свой зад. Сейчас. Я не могу эту улыбу убрать с лица, извините. Имеется в виду хвост, который повторно вырос. Но вот без пояснений вот этих вот в скобочках. Вот серьезно, вы бы подумали про хвост? Я тоже не подумал. Наступил кровавый закат. Красный словно кровь. Впрочем, иногда казалось, что это рассвет такой, а не кровь. Хочется спросить, о чем вообще думал автор? То есть, что он в принципе хотел этим сказать? Я чуть сразу вспоминаю пароль. Кроваво-красный брат мой. В Скайриме, да? Или это в обливионе было? Не важно. Не важно. Так. С сознанием дела Гермиона расстегнула мантию Рона. Но сколько она не шарила, ничего даже приблизительно похожего не нашла. Я же говорил, что у него его нет. Возмутился Гарри, неторопливо поглядывая на девушку. Нетерпеливо, извините. Внимание. Конкурс. Вот просто, ребят, сейчас попробуйте понять, о чем шла речь. Не знаю, напишите в комментариях, возможно. На самом деле, речь шла об обыске оглушенного Рона. У него искали ключ. Господи, то ли это я такой испорченный, то ли всерьез все настолько плохо у нас с этим жанром, если можно так назвать. Ну, наверное, можно. На самом деле, против фанфиков я абсолютно ничего не имею, в конце концов. Почему бы и нет? Порой фанфики лучше, чем... Чем оригинальное произведение. В всяком случае, проклятое дитя. Вот, не сильно лучше вот этого всего, правда. Ну, вы, наверное, сами это знаете по моим же опять же роликам, как минимум. Снэп, докажи, что ты мужик. Что? Ты заяц. Ребят, я не вру. Я не вру. Я не придумываю это. Ой. Кто это писал? Ну, кстати, сейчас спрашивают, а, собственно говоря, почему ты так не любишь всяких Таней Гроттер? Кошка, тебе чего? А почему это не любишь всяких Таней Гроттер, этих методов рационального мышления? Потому что они недалеко от этого ушли. Ну, правда. Они, конечно... Чего тебе? Они, конечно, сделаны лучше. Еее, что ты говоришь? Иди сюда. Опачки. Иди ко мне. Так вот. Я прошу прощения, кошки очень коварные создания, пришлось отвлечься. Так вот, о чем я говорил. Ну, так вот. А, значит, в целом, конечно, те произведения, о которых я только что говорил, они, безусловно, более качественно сделаны. Но по своей стилитике часто смахивают почему-то именно на такие вот фанфики. Ну, да ладно. Так, на чем я остановился? Так. Но это я читать не буду. Это практически мат. Там дело в опечатке. Так, и тут то же самое. И здесь тоже. Очень веселые опечатки, которые превращают обычные слова именно практически в матерные. Например, пивз был назван пару раз пиздом. Простите, это не я придумал. О, сейчас я без труда овладею тобой, Гарри. Опять же, ребят, просто вот о чем шла речь? Вот сами скажите без пояснения, о чем сейчас шла речь? Речь сейчас шла, между прочим, о заклятии Империус. Вот так вот. А не то, о чем подумали вы и я. С трудом оторвав руку Малфоя, она бросилась прочь. Драка лишь кричал что-то бессвязное вслед. Я бы тоже кричал что-то бессвязное вслед, если бы мне, пусть даже и с трудом, но оторвали руку. Она улыбнулась звездам. Из темноты кто-то захохотал в ответ. Я уверен, наверняка это был пивз, но... Это же как-то, знаете, как говорят современные молодежь, крипово. Действительно. Я бы, например, от такого... А, впрочем, знаете что, давайте не будем шутить про говно в этот раз. Мы же с вами культурные, по крайней мере, сегодня. А я что, не сказал, да? Мы сегодня культурные с вами. Рон, ты чувствуешь что-нибудь? Со слезами спросил Гарри. Кажется, мне оторвало ногу. Нет, Рон, обе. Сразу вспоминается майор Пейн. Помните? Пейн, я ног не чувствую, потому что у тебя их нет, Буба. Гарри, поцелуй меня. Куда? Ну, шутки шутками, а вопрос на самом деле резонный. Кто знает, тот знает. Кто понимает, тот понимает. Ты хочешь сказать, что хочешь сказать мне что-то? Вот после таких фраз вы меня сейчас спрашиваете, почему я все это не читаю? Зачем? Чтобы вот это вот находить там. Рон зевнул и подавился. Надо было еще добавить, что у него челюсть хрустнула. Ты плохо кончил, Волдеморт, сказала Гермиона с презрением, глядя на тело лорда. Его кончина взбудоражит весь мир, обнял ее за плечи Гарри. В общем, если вы знаете сленг, а вы его знаете, то я думаю, ваша фантазия вам подскажет то, чего там точно не происходило. Свет был такой яркий, что Волдеморт ослеп навсегда. А Гарри даже пришлось зажмуриться. Я догадывался, что Гарри не просто так выжил. Наверняка он, как Геральт из Ривии, был ведьмаком. Помнится, в первой игре по ведьмаку, возможно, можно было кидать бомбы. Одна из них самым, что ли... Нет, самым, кажется, она взрывная. В общем, была какая-то такая бомба, которая издавала резкий-резкий свет. Люди, которые кидают такую бомбу, должны зажмуриться, иначе они ослепнут. Ведьмаку не обязательно у него глаз мутировавший. У него зрачок сужается до нужных пропорций, которые глазу не навредят при этом. Возможно, Гарри провернул тот же фильм тушами. Точнее, глазами. Но меня больше смутило, что навсегда написано раздельно. Впрочем, чего я удивляюсь. Пожиратель трансгрессировал, но не туда. И поэтому вернулся. Хотя и передумал умирать. То есть, до этого он не передумал умирать, да? Он был нацелен на смерть. Нафига тогда трансгрессировал? Бред. Рон, я вижу Хагрида. А может, и не его. Но на тролля немного похож. Давай его палочками оглушим. Помимо всего бреда, творящегося в этот момент наверняка, да? Можно констатировать, что, как минимум, Хагрид, или кто там разговаривал с Роном, не знает лор. На троллей и великанов, а также полувеликанов, включая Хагрида, глушащие заклинания не действуют. И вы бы это знали, если бы смотрели мои ролики, например, «Дискуссионный клуб по Гарри Поттеру». Это не реклама. Это реклама. Профессор Макгона Кал. Как ее только не коверкали. Честно. Я много вариаций видел. Но такой, конечно, в первый раз. Ну, то есть, не в первый. Я же это уже когда-то читал. Много лет назад. По таким фразам можно примерно предположить, сколько лет писавшим. То есть, это логика примерно девятилетки. Ну, максимум десятилетки. Да и то. Я бы поспорил с этим. Ах ты засранец! Прокричал дядя Вернан, грызя ногти. И покусывай губу Гарри. Тут автор случайно поставил точку на слово «дальше». То есть, должно быть. Покусывай губу, точка, Гарри. И там дальше. Но представьте себе эту картину. Дядя Вернан, кричащий Гарри, что он засранец в своем стандартном стиле. И при этом покусывающий его губу. Не представляю, что для этого должно было произойти. Но так мы имеем дело с магией. Все что угодно. Дадли был такой толстый, что Гарри свободно умещался в нем. И при желании могла влезть Гермиона. А тут я даже представить не могу. То есть, в какой ситуации этот текст был бы... Не смотрелся бы, как дебилизм. Вот, не знаю, может, у вас хватит воображения. У меня, например, не хватает. Да. Нет, то есть, я могу понять, через какой отверстие... А хотя, знаете что, опять же, да, мы же сегодня культурные. Хотя после такого, по-моему, уже любая шутка про жопу будет смотреться, как мана небесная. «На зоне знаешь, что с такими делают?» Печально спросил Сириус Гарри. Ну, это просто круто, что превратить Сириуса, как некоторые называют, звезду. Потому что Сириус – это звезда, да? В такого зэка, который только что откинулся. И, не знаю, при его появлении в фильмах надо включать саундтрек из «Сталкера», который у бандитов играет. Такой «Та-ра-та-та». Ну, или, в крайнем случае, Мурку. Какой-нибудь такой ремикс. «Я – Волдер де Морт». Вот это да. Магона Кал. Нервно курит в сторонке. «Кошка Филча с разбегу сбила Гарри и стала ему грызть». Все, точка. Однако, могу только порадоваться за кошку Филча. Наверняка ее масса превышает массу Гарри. Значит, как бы она его так сбила с разбега. Я всегда знал, что кошка у него непростая. Вообще, честно говоря, я думал, что эта кошка – это, знаете, как сова из… Как сова Ольга из… Как же этот фильм-то назывался? С Хабенским. «Ночной дозор», да? Или «Дневной дозор». Она просто отбывает срок. И та бабка, которая в виде жабы, тоже срок отбывала. Вот тут наверняка какой-нибудь гопник, который знает, что делают на зоне с такими, как ты, отбывал срок в виде кошки. Но никаких намеков на это нет. О! Гарри надел пижаму и прыгнул на кровать, но та отпрушинила его в окно. Навстречу ночи. Вот, убери фразу «Навстречу ночи» и было бы комично, но вполне нормально. То есть, не сильно бы выбивалось из общей дури, наверняка, этого фанфика. Но «Навстречу ночи» – это прям такая лирика. Да. Тролль с зловонным рыком во взгляде наблюдал за беспечной троицей. Зловонный рык во взгляде – это сильно. Да. Толстой курит в сторонке. Перед матчем у Гарри не было аппетита, но все же Гарри открыл рот, чтобы положить туда хоть что-нибудь и съесть. Надеюсь, сделал это на кухне или хотя бы в столовой, потому что, боюсь, на поле для квиддича мало что можно положить в рот и съесть, кроме разве что с ничи, потому что, ну, квофол просто в рот не полезет. Впрочем, мы уже с вами люди бывалые, мы столько тут перечитали про то, как Гермиона залезла в мантию крона, крону привычными движениями, да, то есть, всякое может быть. Может, туда и квофол поместится, и еще не только туда. Я этого не говорил. Так. На балу с Гермионы с грохотом, с грохотом упало платье, но она его подхватила в самом начале и одела. Я так полагаю, это платье было сшито из легчайшего мандалорианского железа, который даже световой меч не пробивает. Иначе какого хрена она вдруг с грохотом упала? Гарри увидел с нич и чуть не упал от возбуждения с метлы. Наверное, очень сексуальный мячик. Локон с гордо шел по обеденному залу, поражая всех своим достоинством. Уже неплохо. Даже Снэйп удивленно поднял бровь. Вот так вот. После он с усмешкой оглядел студентов. Девушки сделали ему улыбки в ответ на взгляд, а парни смущенно опускали взгляд. Я бы тоже смущенно опускал взгляд, если бы преподаватель прошелся по столу, размахиваясь своим бинь-бинь-бинь-бинь-достоинством. Да. Так, закусив губу, Гарри аккуратно просунул его в рот Гермионы. Вообще, речь шла, судя по тому, что есть подписано о лекарстве. Но мы-то с вами понимаем, что знает об этом только автор фанфика. Ой, господи. Ах, Наташа... Наташа? Наташа. Наташа задумчиво поглядела на Рона, отчего тот хрюкнул овсянкой. Я что-то такое слышал, что где-то овсянкой называют какую-то птицу. Кажется, в Британии, что ли. Может, он хрюкнул, как-то птица. Я понимаю, о чем речь. На самом деле, он просто сделал... И подавился овсянкой. Так что она аж изо рта у него полезла. Ну, наверняка так. Что еще можно придумать? Вообще, ребят, если у вас есть какие-то идеи, то есть, что произошло в этих вот моментах, пишите. Будет забавно почитать, потому что мне, например, не всегда понятно. Так... И, кстати, да, Наташа. Не, я знаю, вот это у себя Таня Гроттер и прочие вот такие вот бесконечные Наташи, которые приходят в Хогвартс на парусскими там васями и начинают всех там строить. И Малфу там звезды раздавать, и Гарри советы давать. Ну, и преподавателям тоже, кстати. Да, я когда-то читал фанфики про Гарри Поттера. Ничего интересного. Снейп со злобой пнул котел Невилла, стоящий на парте. Казалось бы, все в порядке, но вы просто представьте. Вот парта, на ней стоит котел. Это же как надо ногу так поднять, причем в мантии. Тугой мантии Снейпа, чтобы пынуть котел. То есть это он в прыжке, что ли, опнул? Учитывая его мантию, это больше похоже на Матрицу. Да. Вот если бы было сказано Нео, то все равно бы смотрелось по-идиотски. Фанфики про Гарри Поттера. Кермион осторожно коснулся языком щеки Гарри. Что-то подсказало ему, что это был недружеский поцелуй. И он попытался оттолкнуть его рукой. Его, в смысле, Гермиону? Ну, нет, я понимаю. Но когда языком касается твоей щеки, это немножечко не поцелуй. Это прикосновение языком к щеке. Но я понимаю, дети 9 лет об этом пока еще не знают. На приват-драйв, уже неплохо, наступило утро, и Гарри, как обычно, стал щупать очки. Может, все-таки нащупывать? Кстати, я свои очки потерял. Щупай, не щупай. Ай, печально. Из-за тяжелых дверей раздавались жуткие женские крики, и ощутимо пахло паленой резиной. Вспоминается анекдот, как говорил Борис Николаевич, да? Про то, что секс был настолько страстный, что жженой резиной пахло. Наверное, это из той же оперы. Ммм, бешеная любовь. На самом деле, в приписке сказано, что там пытали флер. Но я, конечно, не сильно сведущ в пытках. Что это за пытка такая жженой резиной? Не знаю, ее жгуты дают понюхать тот смрад, который от ее горения получается. Не знаю. Сначала Невилл напряжно пыхтел, но потом вдруг облегчился. Ой, господи. Ну, мы уже помним про Дадли, который пытался облегчить зад. Уизли, кончай уже, сколько можно, возмутился Дракуа. Действительно, сколько можно возмущать Дракуа. Рон, кончай уже. Доби был рабом, но рабом свободным и любящим носок Гарри. Ну, свободный раб, это как честный депутат, оксюмарон. А вот любить носок Гарри, боюсь даже спрашивать, каким образом это происходило. Не хочу знать. Петунья была лошадью во всех отношениях, да еще и с мужем-свиньей, имевшего толстого сына Дадли. Я, можно, не буду комментировать эту фразу. Рон с разбегу вспоткнулся об кошку Филча. Животное завизжало еще больше, запутывая ноги Уизли. Господи боже мой. Волдеморт открыл рот и, подумав, задумчиво почесал голову. Что сказать на это он не решил, поэтому решил больше не искать. Что? Я ничего не понял, извините. Ничего не могу сказать на этот счет. Но забавно. Кентавр ударил Хагрида тремя копытами два раза. Опять какая-то матрица происходит, ребят. В прыжке наверняка. Это как надо вот кентавру встать на одно копыто, наверняка заднее, надеюсь, не на переднее, и ударить тремя копытами одновременно, да еще и два раза. Хотя он мог стоять на руки. Это все-таки кентавр. Четыре копыта, две руки. Удобно. Рон напал на кентавра сзади и воткнул палочку так глубоко, как смог. Челоконь закричал от страха. Это так и было написано. Знаете, если бы на меня напали сзади и воткнули мне палочку так глубоко, как смогли, а там она у них сколько урон-то была? 12 дюймов, что ли, да? Но это не маленькая такая, знаете. Я бы тоже закричал, но не от страха. Причем тут страх? Тут надо С убрать. Вот тогда бы да. Все было бы в тему. Гарри испуганно уставился на МакГонагал. В этот раз МакГонагал даже, смотрите. Заставший его за столь непотребным занятием. Не зная, куда деть руки, парень стал разглаживать мантию. Продолжайте, Поттер, а я посмотрю. Речь шла о расклеивании запрещенных объявлений, но звучит двусмысленно. Дамблдор был вовсе не так уж и стар. Иногда ночами он подумывал то о Волдеморте, то о Гарри. Образ мальчиков грел его душу. Реддл ведь тоже был когда-то мальчиком. Знаете, это было смешно. До того, как появился вот этот вот замечательный пост-канон, до того, как Дамблдора объявили геем, до того, как вышел этот гениальный фильм «Фантастические мрази», и где их искать. Теперь уже не смешно. Что-то случилось с Драко, и тот перестал заглядываться на девочек. Даже Крэп и Гойл стали помехой. Видимо, на них он тоже перестал заглядываться. От вида голой джинни Гарри почувствовал дискомфорт штанов. Это как-то шутка, что, мол, все в порядке, только штаны придется от радиации лечить. Подумав о пенсии, тяжко вздохнул Драко. Пенсия написана с большого боку, потому что имелось в виду пенсии Паркинсон. Но написано именно пенсии. Знаете, я Драко понимаю. Когда я думаю о собственной будущей пенсии, я тоже тяжко вздыхаю. Что нам еще остается? Волдеморт был зол и доволен. Такое случалось нечасто, ведь сегодня его ожидания превзошли все ожидания. Вау. Волдем... А, стоп, это было уже. Пардон. Грохот смеха сны позловеще раскатился по залитому черным светом... Черным светом холлу, в центре которого висело кресло из человеческих костей. А на нем темный лорд. То, что ли, висел. Что за бред, господи. Ох, ё. Гарри Гермионе, повернувшись, сказал... Еще раз. Гарри Гермионе, повернувшись, сказал... Фанфик херовый ощущаю я. Это была ее любимая часть Снэйпа. Боюсь спрашивать, о какой части Снэйпа и шла речь. Ну, я догадываюсь. Потому что этот, как раз-таки, Фанфик, походу, был именно... Понятно, в каком жанре. Поставив диск Гермионе, он не понравился. И она впихнула его обратно, прилетевшую в Саве. Куда это она впихнула Саве диск? В дисковод? А вообще, на самом деле, я вот смеюсь тут над людьми, но у меня тоже с депричастиями, с депричастными оборотами часто бывают проблемы. Я это признаю. Но все равно звучит прикольно. Тут дальше идут отдельные фразы, типа «Распросратые руки девушки». Даже я бы такого не надумался. Она лежала, разметав ноги по постели. Расчлененка. 18+. Как бы мое видео не заблокировали для детей. В их компании Гарри был, наверное, Портосом. Интересное сравнение. Вообще, Портосом бы, скорее всего, был Невил. А Гарри был Альбертом. Помните, такой был Альберт, пятый мушкетер? Вечно не пришивка были хвост и такой Морисью. Учитывая, что пишут в фанфике, как, скорее всего, он был бы именно Альбертом. Открыв баночку сливочного пива, Гарри и Драка устроили пир на весь мир и сыты были друг другом. Так хочется добавить по горло. Потому что просто уже, ну, надоело мне шутить на такие вот пошлые темы. Сыты были друг другом. Однако, больше смущает пир на весь мир с одной баночки сливочного пива. Хотя там не сказано, может, они что-нибудь еще открыли, может, еще одну баночку. Гарри сузил глаза, как китаец, и обещал себе, что всегда теперь будет так ходить в память о любимой Джоу. А ведь теперь за это банят на Твиче. В его руках все само собой вскипало. А как же он ходил в туалет тогда? Они сидели и разговаривали. Когда Драка вдруг посмотрел на часы, он ничего не сказал. Они с Гарри сидели и разговаривали. И тут пришла Гермиона и удивилась, что они сидят и разговаривают. Боюсь, автор забыл добавить, что они сидели и разговаривали, а то ведь непонятно из этого текста, что они с Драка сидели и разговаривали. После ласк к Герми между ног было болото. Господи, когда дети пытаются описывать сексуальное возбуждение, половые акты, это так наивно. Ой, хочется сделать тебе фейспаун. Так. Мысли плавали в голове Гарри, мешая заниматься оклюменцией, и даже руки устали. Вот это перформанс, вот это я понимаю. Ровненько дыхает. Гарри медленно развел полы мантии в стороны и показал свою палочку. Ну ладно. Это не автор такой, это мы такие. Это не мы такие, это жизнь такая. Снеся Снэйпа на своем пути, благие намерения покинули голову Гермионы и полетели куда-то ввысь, пока она отдавалась его страстным ласкам. Ох уж мне эти фанфики про секс Гермионы с Снэйпом. Однако, если судить по депричастным оборотам, это идеи причастные, извините, не разбираюсь, а благие намерения сбили Снэйпа на своем пути. Ну да, наверное, они от этой картины пытались убежать. Так яро, что аж Снэйпа сбили. Они молча стояли над могилой Хагрида, который весело смеялся, как всегда. Что стоило добавить с фотографии? Ее ноги раздвинулись, высвобождая нечто невиданное. Не хочу даже знать, что там нечто невиданное между ног. Он набросился на нее с поцелуями, а потом, зарычав свободными зубами, порвал трусики. Не надо, не надо так писать, ну серьезно. Пишите лучше про приключения, ну не умеете вы про секс, ну не умеете. Я, наверное, даже покраснел. И тогда, когда эта сумасшедшая рептилия наставила на меня палочку с дикой высмешкой обколовшегося дегенерата, честно, я чуть в штаны не наделал, а мой отец прикрыл меня с собой. Я не ожидал права, это был приятный сюрприз. Вот на секунду просто подумайте, о чем сейчас шла речь. Ни за что не догадайтесь. Как говорил Задорнов, наберите воздуха в грудь, эта драку делится воспоминаниями о финальной битве за Хобертс. Вот так вот. А вы говорите Толкин, Роулинг. Собственная рука, сжимающая восхитительную, твердую бархатистость дрожащего блондина, который выстанывал его имя. В принципе, на этом фраза заканчивается, но я даже это еле прочитал. Как у них это в головах рождается? Неужели они сами не перечитывают то, что пишут? Длинные белые волосы непостижимым образом омолаживали его? Хм. Наверное, речь про Люцелса. Не думал, что длинные белые волосы омолаживают женщину, теперь вы знаете, что делать. Хотя я бы уж убил рыжих. Я принесла экспериментальное зелье. Не волнуйтесь, мистер Малфу, я долго тестировала его и на животных проверяла. Звучит воодушевляюще, сразу так и хочется это зелье навернуть. Старик грустно улыбнулся и нарисовал глазами контур сердца. Получается, у старика... Это, знаете, как вот есть амбидекстеры, которые могут одинаково толково владеть обеими руками. А это вот, видимо, такие же амбидекстеры, только в плане глаз. Они могут глазными яблоками отдельно друг от друга управлять. Маленький Гарри не доставлял ей почти никаких хлопот. Делал все, что скажут и ел, что дадут. Но однажды она узнала, что ребенок голубой. Ему было всего три года. Не, ну... Это тоже вот из тех шуток, которые сейчас уже не смешны, потому что мы же с вами теперь понимаем, что голубой это теперь, как сказать-то, ген такой есть. Да. Снэйп подошел к краю астрономической башни. Ну и где же конец альбуса? Нетерпеливо спросил Сивый. Конец альбуса там же, где и сам альбус. У подножия астрономической башни. Гражданин Фенрир. Сотни пожирателей смерти толпятся у Министерства магии и убивают всех, даже не замечая, кто это. Женщины или дети. А мужиков что, не трогают, что ли? Драко Малфои на полной космической скорости внесся в тайную комнату, изображая ковер-самолет. Вау. А я только что хотел сказать, что при этом должен звучать саундтрек из «Звездных войн» такой. Та-там-там-та-та-та. Но тут еще и ковер-самолет. Я что-то вспомнил про Аладина. Артур Уизли носился по гостиной, одновременно пытаясь поднять захлебывающуюся слюной тетю Петунью, утихомирить в конец разбушевавшихся близнецов и отодрать дядю Вернона. Ох уж мне эти мужчинки. Драку умчался, как индюк с поджаренной задницей. Вот вы представляете, чтобы такое вот было, например, в романах Роулинг. Я нет. Эти растения очень опасны, поэтому вам лучше не натыкаться на них своими глазными яблоками. Вопрос, а на какие растения тогда лучше натыкаться глазными яблоками? По-моему, глазными яблоками вообще лучше на что не натыкаться, нет? Спасибо, что предупредили. Вестибюль отдавался эхом шагов студентов. Виртуозно отымели русский язык. Джастин, предупреждаю, что это ты. Ты деньги принес? Осторожившись, спросил Гарри. Естественно, пьяно сверкая глазами, мурлыкал Джаст. Ты меня пугаешь. Ты опять напился, да? Какая проницательность, сказал Джастин, доставая пистолет, но Гарри опередил его. Выхвати свой пистолет, он убил Джастина. Подойдя к бездыханному телу, он взял деньги и ударил труп ногой. Гарри Поттер. Ну, вы знаете, волшебные палочки, Кевада Кедавра, мальчик, который выжил, школа, долги и убийства из пистолетов, откинувшийся Джастин. Не успел Гарри выехать на большую дорогу, как почувствовал, что за ним следят. Он резко обернулся. Да, так и есть. Семь или более человек едут за ним на мотиках. Гарри увеличил скорость и включил невидимость. Но, похоже, это не подействовало. Они все так же ехали за ним и уже догоняли. Тогда Поттер решился на отважный шаг. Он резко затормозил и развернул мотоцикл боком к преследователям. Он встал и, облокотившись на мотик, на мотик, и, ухмыльнувшись, посмотрел в глаза преследователям. Те резко затормозили. и встали в ряд. Гарри вытащил пистолет и приготовился к бою. То, что случилось позже, описать очень сложно. Да мне, собственно говоря, уже и этого хватило с лихвой. Я это еле читаю. Так, но Гарри показал чудеса драки. Джеки Чанхренов. Но через несколько секунд на дороге было семь трупов. Гарри достал палочку и взмахнул палочкой. Надо еще сказать и положил палочку. Убрал, да, палочку. И трупы с мотиками слетелись в кучу. Потом взял канистру с бензином и облил всю кашу-малу, а потом поджег. Обычный день Гарри Поттера. Извините. Неразлучная троица постучалась в двери дома Хагрида. Им никто не открыл. Тогда Гарри заглянул в окно. Все просто. Хагрид безмятежно срал, как младенец. Опечатка. Спал, срал. Зато как меняется контекст повествования, ребят. По-моему, это не перепутали букву. По-моему, так и должно быть. Волан-де-Морт испытал шок, когда Гермиона вырвало у него оба яйца. Ну, нет, ну а что? Я понимаю у Волан-де-Морта. Здесь приписка, что Волан-де-Морт разводил фениксов и потом дрался против министерства при помощи фениксов. Но Гермиона нагло у него вырвало оба яйца из рук. Ну вот, порушили всю интригу. Гарри скорее трави дементоров оленями. Телес Гарри с грохотом грохнулось на пол. Гарри был необычным мальчиком. У него был не только шрам, но и очки. Нет, ну а что? Гарри узнают не только по шраму, но и по очкам. По крайней мере, в нашем мире. Потому что больше его в основном такие никто не носит. Аракок Аракок был злым пауком, но большим и частенько принимал у себя Хагрида. Лесник ему нравился и он его любил. Хагрид тоже не брезговал пауком. Зоофилы чертовы. Боже, какая же сука выдавил из себя рон, глядя, как Снейп показывает ингредиенты. Казалось бы, все правильно, но на самом деле не сука, а скука. Одну букву упустили авторы. Хотя смысла прибавилось, даже стало больше, чем в оригинале. Дамблдор открыл клетку у Феникса и взялся за яйцо Гарри. ой, господи. Ну, опять же, я так и жду, когда подобное экранизирует в следующих фантастических тварях. Гермиона хлопнула в ладоши и чуть не вывихнула ногу. Ничего себе аэробика у них. Дамблдор прокашлялся и поправил свою бороду. Накладуешь, что ли? Хагрид, фениксы твари неприхотливые, где сгорят, там и лупятся. Рон вскинул голову к небу и офигел от своей новой совы. Сова принялась, сова прицелилась и растроганно облегчилась от надоевшего груза в руки Рона. Обожаю фанфики по Гарри Поттеру. Нет. Крыса была живой, но торчащая палочка из носа наводила на страх за нее. Рон вытащил палочку и она сдохла. Печально. Брызжащий слюной Хагрид с головой кентавра в руках насторожил Дамблдора. Ни хрена себе, страсти какие, меня бы тоже это насторожило, честно. Волан-де-Морт задумчиво прокричал Авада-Кедавра, а вот Гарри в такие моменты думать не любил и ударил его метлой еще до того, как Темный Лорд сказал А. Дядя Вернан не спеша стал спускать газ. Имелся в виду пар. Мол, дядя Вернан настолько разгорячен, что надо спустить пар. Но газа тоже можно спустить, конечно. Конец у Люциуса был жалким. Гарри даже испытал острое сочувствие врагу. Вам правда нужны какие-то еще комментарии от меня? Мальчика звали Гарри Поттер и он сильно нагадился знаете кому при рождении. Так вот с чего все началось в гостиной Гриффиндора чем-то воняло. В гостиной Гриффиндора чем-то воняло. Это могли быть только Фред и Джордж, подумала Гермиона. Их хитрые глаза говорили о том же. Сверкнула молния. Пошел дождь. Потом палил. Потом как из ведра. Да еще и гроза началась. Не промокнуть было непросто. Вот это слог. Это я понимаю. О! Салазар, Колумб, Снерек, Чарг Кон Севастьян Бернард Сидиус Слизерин. Император не догадывался, что Волденуорд оказывается в родстве с ним, как и Салазар Слизерин. Ну, знаете, благодаря новому канону Звездных войн даже это смотрится не так плохо, как 9 эпизод. Я теперь повелитель мира. Я могу сказать любому, что делать, что есть и с кем спать. Да, измельчали темные лорды, измельчали. Как мало надо человеку для счастья, как мало надо Волдеморду для счастья. Он не совсем просто человек, сами понимаете. А ведь на самом деле замучаешься так персонально каждому говорить, с кем спать, что есть. А если у тебя еще и диета особая, тоже все есть нельзя. Драко взял свой стакан и налил его до краев вином. Выпив его залпом, он взял котлетку, чтобы закусить. Ничего себе. Драко, походу, практиковался где-то в России, что бокал вина котлеткой закусывать. Блин, что ж они все пройдут, я жрать хочу. Гарри с такой яростью выкрикнул заклинание, что пожиратель отлетел на пол вагона. Там его уже запинали Дин Томас и Симу с пинником. Кому нужны эти волшебные палочки, если можно просто запинать ногами? С другой стороны, помню про пистолеты и... Чему я удивляюсь? Крэп свалился на пол, как корова, упавшая с пятиэтажного дома. Вот это сравнение. Вот это я понимаю. И как такое только людям в голову приходит. Все, хватит с меня. Я устал. Ну и на самом деле это конец. Они столько говорили про еду, что мне настолько сильно хочется жрать, что я пойду и прямо сейчас пожру. Так что приятного аппетита мне, а вам тоже приятного аппетита. Не читайте, ребята, фанфики и не пишите их. Если вы пишете вот так же, не надо. Хотя с другой стороны откуда еще брать первое. Так или иначе, ребят, до встречи, приятного вам аппетита, мойте руки перед колдовством и с наступающими вас праздниками. Когда петуния вышла на крыльцо почесать свое яйцо, извините, это уже от меня. Я вошел в образ. от м м м м Продолжение следует...